18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Приятно, что находим взаимодействие. И с ЖКХ находим взаимодействие. И за здравоохранением находим взаимодействие. Что сделано и что еще предстоит сделать в рамках формирования доступной среды, обсудили на итоговом заседании Совета по вопросам инвалидов. Дополнительно мы установили для безопасности наших граждан на набережную систему, новую систему оповещения. Новый уровень безопасности. Теперь вызвать снаряд полиции можно с помощью всего лишь одной кнопки. Это толчок, это продвижение молодежи в более профессиональную жизнь. Из Анапы с любовью. Анапчанка покоряет международные сцены, при этом не забывая о родном городе. Рабочие будни депутатского корпуса. Народные избранники Анапы сегодня собрались на очередную 39-ю сессию и рассмотрели 14 вопросов. В работе сессии принял участие глава Анапы Юрий Поляков. Депутаты рассмотрели вопрос о кадровых изменениях в администрации. Так, на должность начальника управления архитектуры и градостроительства согласована кандидатура Светланы Добродомовой. Стаж ее работы в этой сфере 21 год. На пост руководителя управления экономики и инвестиций согласована кандидатура Натальи Богдановой. Ее стаж работы на муниципальные и государственные службы свыше 20 лет. Депутаты согласились и с предложением администрации назначить начальником контрактной службы Светлану Крутько. Дискуссия возникла при рассмотрении вопроса об увеличении безалкогольной зоны вблизи спортивных и социальных объектов на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Это инициатива губернатора. Глава Анапы поручил своему заместителю Эдуарду Балмышеву представить депутатам разъяснение, как будет рассчитываться это расстояние. Депутаты в свою очередь предложили актуализировать решение Совета 2014 года о расстояниях до границ территории, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Вчера было высказано пожелание депутатов муниципального образования, правового комитета в частности, о том, чтобы вернуться к рассмотрению этого решения, потому что данное решение мы принимали в 2014 году. И на наш взгляд, есть необходимость еще раз посмотреть расстояние до торговых точек от учреждений образования, от спортивных объектов и так далее. Поэтому, Элит Иванович, мы, я думаю, поддержите, Александр Иванович, вернемся к рассмотрению этого вопроса. На повестке дня было 14 вопросов. Все решения Совета депутатов будут опубликованы и размещены на официальном сайте администрации. В Доме культуры молодежной состоялось итоговое заседание Совета по делам инвалидов. Руководители ряда структурных подразделений отчитались о проделанной за год работе, в частности, что было сделано по программе «Доступная среда». На курорте проживают более 10 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Это не считая приезжих на отдых инвалидов. Она по поправу считается городом безбарьерной среды и на сегодняшний день является самым популярным российским морским курортом для инклюзивного туризма. Практически все пешеходные зоны оборудованы пандусами и пологими скатами. Тактильная плитка на тротуарах, выделенные полосы для движения колясочников, а также специальные парковочные места и звуковые светофоры. В этом году было приобретено 35 комплектов оборудования «Говорящий город». Это система автоинформирования об остановках на маршрутах. Пляжи оборудованы деревянными дорожками до самого моря. Доступная инфраструктура в социальных объектах, в том числе учебных заведениях и домах культуры. В этом году по просьбе Совета инвалидов были демонтированы бордюры, препятствующие подъезду колясочников дома культуры молодежи. В детской школе искусств номер 3 устроены пандус, уложена тактильная плитка, произведены замены входной двери, ограждающие лестницы и крыльца, установлены кнопка вызова, информационное табло, звуковые маяки, тактильные таблички, бегущая строка. В Анапе для людей с ограниченными возможностями здоровья нет барьеров и в социальной, и в творческой жизни. Коллективы выступают на городских сценах, получают звания народных. В этом году такими стал клуб эстетического развития «Дорога добра», творческое объединение «Открытые сердца» и клуб спортивных танцев на колясках «Эриданс». Работа по формированию доступной среды ведется в каждой отрасли, причем в тесном взаимодействии с самими инвалидами. Хочу сказать, что на нас стали обращать внимание, нас стали слышать, то есть положительные сдвиги видно. Приятно, что находим взаимодействие, и с ЖКХ находим взаимодействие, и за здравоохранением находим взаимодействие. Понятно, что финансирование маленькое, мы тоже все это понимаем, и все идут на уступки оказанию услуг, хотя бы услуг, чтобы мы могли пользоваться всем. То есть мы видим, к нам, наша администрация к нам повернулась. То есть нам это очень приятно, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. А дальнейшее сотрудничество обещает быть еще более плодотворным. Вопрос формирования доступной среды на личном контроле у главы города Юрия Полякова. По его указанию на центральной набережной реконструируют пандусы и установят перила для большего удобства маломобильных граждан. Серьезный фронт работы намечен и на следующий год. Нам надо проработать вопрос транспортной инфраструктуры и доступности. Это низкопольные автобусы, это возможность подъезжать их к нашим остановкам, которые пока не оборудованы. Это аудиосопровождение, так называемый «говорящий город». Есть определенные проблемы, с которыми мы тоже сталкиваемся. Это начиная от простого элементарного общения, сферы обслуживания, закачивая достаточно глобальными, серьезными системными проблемами, которые зависят порой не всегда от нас, от муниципалитета, но тем не менее, вместе, сообща, эти проблемы нам нужно решать уже сейчас, делая определенный задел на 2018 год. Конечно, сделать все и сразу невозможно, но постепенно, даже маленькими шагами, можно добиться больших результатов. Участники совещания подвели итоги года и наметили новые приоритетные направления, работа по которым уже началась. Руслан Душевский, Анапа-регион. История о том, как личный подвиг стал делом всей жизни. Глава Анапы встретился со знаменитым анапским парадайвером и молодежным активистом Никитой Иванковым. Молодой человек рассказал Юрию Полякову, как возродил себя к жизни и теперь сам помогает людям с ограниченными возможностями здоровья вновь поверить в свои силы. Разговор с мужественным человеком – так назвал эту встречу глава Анапы. После тяжелейшей травмы полтора года Никита пролежал без движения и надежды на восстановление. Но невероятным усилием воли он вернулся к нормальной жизни, к своим сверстникам, увлечениям и, самое главное, к новым целям и достижениям. Один из таких методов моей реабилитации сыграл дайвинг. Может быть, вы знаете, у нас есть клуб «Акоклобус» на нашем побережье. Он первый черноморский дайв-центр, который начал работать в Анапе. И он сейчас единственный, кто в Краснодарском крае имеет международный допуск, является международным центром. Юрию Полякову Никита рассказал о давней мечте – создании в Анапе официального международного центра парадайвинга. И презентовал проект, для реализации которого уже найден инвестор. Как вам, в общем, проект для города? Вообще интересный. Я думаю, что он один единственный в России, наверное, такой. А проект, что касается инвалидов, а колясочников, где для них будет создан дайвинг-клуб. Хорошее решение. Ну, давай, наверное, как бы перенесем наш разговор с тобой. Это как ты это видишь все, да? Мне нравится, я согласен с тобой. Давай тогда как-то приглашай инвестора после Нового года. Я хочу пообщаться, чтобы мы пообщались втроем. И, наверное, руководителя ДОСАФа надо. Никита Ванков ведет активную общественную деятельность. Он входит в состав молодежного совета при главе города-курорта и работает над реализацией программы «Доступная среда». Создание комфортных условий для маломобильных граждан Юрий Поляков считает одним из основных моментов для курортной Анапы. Это должны понимать застройщики и предприниматели, которые зачастую даже к элементарным требованиям к устройству пандусов подходят формально. Ну, когда его делают под углом 45 градусов, сказать, вот я все время им говорю, сядь на коляску и попробуй на него заехать или спуститься. Это ж надо голову иметь, когда вы просто строите, что ради того, чтобы построить. Это не для людей, это просто издевательство какое-то. Мы недавно вышли на Верхнюю набережную, я увидел эти спуски, пандусы. Я был в шоковом состоянии. Раньше как бы не обращал на это внимания, а увидел, заставил их переделать. Попросил, а коллег там сейчас перила сделали. Не видели? Нет. Коллопарк-отель, а нам уже оплатили, делают. Вот на днях поешь, посмотришь. Там даже уже легко можно спуститься с верхней набережной на нижнюю и оподняться наоборот. Спасибо вам большое, что вы занимаетесь все-таки проблемами лично с ограниченными возможностями, потому что это очень важно для нас. Я как человека с ограниченными возможностями для вас говорю. Такие препятствия, они иногда будут существенны. Объединив усилия, городские власти и молодые лидеры Анапы найдут решение злободневным вопросом. В Анапе укрепляют систему безопасности. К сотням камер наружного видеонаблюдения добавились тревожные кнопки. Их установили в центральной части курорта. Теперь любой человек может незамедлительно сообщить о правонарушении оперативной группе. Парк Ореховая роща – место притяжения большого количества людей, а значит требует особого контроля за безопасностью. На днях здесь были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Они также включены в систему «Безопасный город». Теперь под круглосуточным контролем буквально весь парк. Кроме этого, в центральной части установлена кнопка вызова аппаратного комплекса «Гражданин полиция». С помощью нее можно незамедлительно сообщить стражам порядка о правонарушении. Анапчане признаются, прогуливаться по парку даже в темное время суток стало спокойнее. Данная кнопка, установленная в этом месте, я считаю, очень актуальна, так как здесь гуляет большое количество людей, также гуляют здесь мамы с детьми. И также при совершении каких-то преступлений, либо каких-то правонарушений, любой человек может подойти, воспользоваться ей. Часто мы приходим с женой, с детьми, гуляем, наслаждаемся воздухом здесь, вой пахнет хорошо и прочее. Ну, я считаю так, что да, это самое главное, что нужно здесь следить за порядком, вот, и наблюдать за людьми, которые здесь занимаются расхищением, здесь рост всякой собственности, вот, это потому что парк построили специально для людей, для детей, чтобы они приходили и отдыхали здесь. Коснулся технический прогресс и главной достопримечательности Анапы – центральной набережной. Здесь установлены три тревожные кнопки. Главная особенность в том, что общение происходит по видеосвязи. На мониторы единой диспетчерской службы выводится изображение человека, который сообщает о происшествии. Это позволит избежать случаев хулиганства и ложных вызовов. В рамках этого проекта всего будет установлено 54 камеры видеонаблюдения. Работы будут закончены до Нового года, и после принятия соответствующего регламента, полиция введет его в эксплуатацию. Также дополнительно мы установили для безопасности наших граждан на набережной новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Усиливать систему безопасности на курорте намерено и дальше. К чемпионату мира по футболу подобными системами видеонаблюдения и связи обеспечат все объекты, которые будут принимать иностранных гостей. Руслан Душевский, Анапа-регион. Анапа приближает главный праздник года. Новогоднюю атмосферу создает оформление улиц, зданий, деревьев. Особенно праздничным выглядит центр города. На театральной площади новинка этого года – 50-метровая арка, сияющая более полутора тысячами светодиодных ламп. В этом году стала ярче главная елка. Ее дополнительно украсили еще 60 метров гирлянд. Преобразились и деревья вдоль улицы Горького. Ветви и стволы засияли разноцветными огнями. Приоделась в новогодний наряд и одна из главных въездных магистралей – Пионерский проспект. Площадь поющих фонтанов также радует глаз световой иллюминацией. Подключились к созданию новогоднего настроения и частное предприятие. Многие отели, кафе и магазины зазывают к себе ярким оформлением. А Анапский водоканал традиционно украшает не только фасад здания, но и большую прилегающую территорию. Так, благодаря усилиям администрации и ответственных руководителей предприятий, с наступлением темноты Анапа погружаются в настоящую сказку. Однако есть в ней и темные невзрачные страницы, которые портят общий облик. Руководители многих торговых объектов не посчитали нужным вносить свой вклад в создание праздничного настроения. Оказались не готовыми к Новому году даже большие торговые центры с десятками магазинов. О социальной ответственности, похоже, здесь не знает никто. На сегодняшний день большинство объектов в Анапе украсили свои объекты, привели их в новогодний вид. У всех есть замечательное украшение новогоднее настроение у наших людей, которые приходят. Но, к сожалению, есть такие объекты, которые до сих пор не соизволили даже повесить гирлянды. Просьба ко всем коллегам уделить внимание и создать новогоднее настроение не только нашему городу, но и тем людям, которые приедут к нам на новогодние праздники, на новогодние каникулы. До Нового года осталось без малого 10 дней. Еще есть время, чтобы засветиться в городской среде. А те объекты, которые так и не впишутся в общий праздничный облик, в первую очередь оставят темные пятна на своей же репутации. Рецепт успеха артиста – мечтать, ставить высокие планки и упорно идти к цели. Трудиться больше, чем очень много. Это девиз хореографа-балетмейстера Елизаветы Мавродовой, Анапчанки, прославляющий наш город на всероссийских и международных конкурсах. «Звездный путь» Елизаветы Мавродовой начался здесь, в Анапе. Девушка с отличием закончила детскую школу искусств номер 2, а затем поступила в Краснодарское хореографическое училище, которое также закончилось красным дипломом. В течение двух лет работала в ансамбле народного танца имени Игоря Мессиева. Как любой творческий человек, молодой балетмейстер находится в поиске и постоянном развитии. Сейчас в дойте с Александром Сиденко она работает на театрализованном шоу «Сиджем», которое своими выступлениями покоряет не только российских, но и иностранных зрителей. В планах также показать этот проект и в Анапе. Елизавета занимается и преподавательской деятельностью, современной и классической хореографией. Одно из последних достижений Елизаветы – диплом лауреата первой степени на международном конкурсе молодых исполнителей «Данс Москва». Это международный конкурс. Сопредседатель его Иосиф Кобзон. И там участвуют только профессионалы или же любители высокого качества хореографии. На подготовку нового номера у Лизы был всего месяц, и она успела за этот период воплотить давнюю мечту в жизнь – поставить сольный танец «Арагонская хота», за который профессиональное жюри поставило высшую оценку. По окончании конкурса Елизавету пригласили в числе семи лауреатов представлять российскую культуру в Германии. Несмотря на все мои волнения, волнения других участников, все прошло просто отлично. Русских приняли очень здорово, были большие овации. Но самое важное – это опыт, который состоялся в этой поездке. Я очень благодарна также и организаторам, потому что это толчок, это продвижение молодежи в более профессиональную жизнь. Еще одно детище молодого балетмейстера – ежегодный хореографический лагерь для анапских детей и взрослых. Лизе удалось зажечь любовью к этому виду искусства немало сердец. В следующем году она также планирует организовать летний лагерь для школьников, по завершению которого обязательно будет праздничный концерт. Летний лагерь в Анапе прошел очень результативно, так как мне поступают до сих пор звонки о том, что дети поступили в хореографические училища. Все наши уроки прошли не зря, и я очень горжусь. Мы желаем Лизе дальнейших побед и уверены, еще не раз сможем гордиться анапчанкой, покоряющей сердца тысяч зрителей во всем мире. Далее информация о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапокян» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от привычной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.